Как дела? Кажется, сейчас каждый хочет сделать быстрые деньги. Выглядит неплохо. Но представьте новую компанию с бизнес-планом на 200 лет вперёд. Думать в перспективе. Мне нравится сравнивать это с подходом к строительству собора. В этом деле я уже 40 лет. Может быть, буду ещё 20. И всё это лишь часть долгой истории осуществления 200-летнего плана. И потом люди оглядываются на 200 лет назад и говорят, я рад, что эти парни оказались в своей мастерской и бросили все дела, и просто решили, что им нужно это сделать во что бы то ни стало. Чарльз Гринвуд, инженер-механик с мечтой о светлом будущем. Вот почему он с сыном Чаком строит вот эту машину, работающую на человеческой силе. Оранжевая машина – наша новая Пи-Эс. Пи-Эс – значит электростанция. Имэджин машина будет использовать для передвижения силу человека. Идея создания этой машины появилась, когда мы обратили внимание на то, как нефункциональная обычная транспортная система. Это вызов, как сделать что-то весёлое, доступное и полезное для здоровья. И то, что в итоге помогает людям. Помогает людям передвигаться по дорогам быстрее, чем обычная система. Сегодня они собираются выехать на дорогу для испытаний, после того, как установят тормоза. Сегодня мы готовим тормоза и добавляем немного секретного соуса, плату модульной проводки, а затем проводим дорожные испытания этого плохиша. Имэджин – не первая из построенных этими парнями машин. Одна из целей, с которыми мы собрали эту машину – протестировать дизайн подвески и шасси, детали которой в случае удачного исхода будут использоваться в этих лёгких человеческих автомобилях. Идея заключалась в том, что если в нашей логике есть трещина, то мы обнаружим её гораздо быстрее при 600 лошадиных силах, чем при трёх или пяти в человеческом автомобиле. Частью разработок являлась постройка лёгкого функционального шасси, которым можно было бы управлять не только с помощью руля. Она направляется вот этим ручным насосом. Это очень интуитивный способ, напоминающий управление полётом. Рукоять в середине управляет переключением передачи тормозами. Задний ход, привод, тормоз. Время для дорожных испытаний. Жребий выпал тебе. Можешь включать. Какую сторону ты выбираешь? Действительно, уникальное приспособление в этой машине – электрическая система интерфейса. Представьте себе этакий гибрид человека и электроники. Он объединяет конструкцию, работающую на человеческой силе, с разработанной нами встроенной системой накопления энергии. Пока машина на стоянке, вы идёте на работу. Насос вырабатывает энергию, которая накапливается в электродвигателе. В машине есть четыре рычага. Но не нужны четыре человека, чтобы ею управлять. С этим справится и один. Затем нажатием кнопки машина приводится в движение. Это может быть как собственная электрическая машина, где совершенно не используется сила человека, так и машина, работающая полностью на энергии человека. Или и нечто среднее. Привет, милая леди! У нас получилось накапливать больше энергии человека, и мы поняли, что результат, достигаемый при помощи любых других устройств, сильно устарел. Я сам на велосипеде могу вырабатывать 500 или 600 ватт, а на человеческом автомобиле – 1200. Так что если попросить сделать это четверых человек, а затем посчитать лёгкие недочёты командной работы, то производство может варьироваться от двух до трёх тысяч ватт. Вся работа основана на силе мышц. И немного на электрической силе, если вы слегка не в форме. Машина способна собирать энергию человека настолько эффективно, что эти ребята задумались о других возможностях её применения. Можно качать энергию, чтобы вырабатывать электричество и для чего-нибудь ещё. Ребята ждут момента, когда PS2 займёт своё место в гараже. Мы заряжаем эту малышку, зарабатывая очки в этой игре. Большие надежды. В общем, цель этой работы – веселье. Если мы можем посадить в машину людей, и им весело, и нам весело, значит, мы нащупали что-то стоящее. И очень неплохо, что в процессе можно сэкономить деньги и привести себя в форму. Будем надеяться, что не потребуется 200 лет на то, чтобы осуществить это в жизни. Обожаю это.